39 курских парней запомнят областной день призывника 2013 на всю жизнь. 25 октября они отправились на службу. Для остальных торжественный концерт и напутственные слова от первых лиц области, военнослужащих и родных. После ребята призывного возраста побывали на экскурсии в бригаде РХБЗ. Какой они увидели современную армию и что привлекло любознательную молодежь, расскажет Ирина Шашкова. Последние минуты перед долгим расставанием. Ксения провожает в армию любимого человека. Родина зовет в Архангельскую область. Хотелось бы сразу отслужить. А потом уже в дальнейшем можно было бы учиться. Думаю, выйду оттуда уже мужчины. В нынешнюю кампанию 2000 курян пополнят ряды вооруженных сил. Около 400 ребят уже служат в различных войсках. Мы всегда успеваем и всегда Курская область с достоинством и честью отправить лучших своих парней, те, которые считают, что защита Родины – это высшая форма проявления патриотизма. Вспомнили в этот день и об уклонистах. Если есть трусы, то это, так сказать, их позор, их судьба, тем более в условиях нынешнего законодательства. Я о них и говорить не хочу. Я сто раз уже говорил, что Родина не слагает песни трусам. Как устроена военная техника, что представляет собой оружие? Как проходят занятия? Мальчишки и девчонки узнали все о жизни и быти солдат 27-й бригады РХБЗ. Все должны идти за Родину. Я, конечно же, с удовольствием, когда закончу обучение, после четвертого курса я с удовольствием пойду отдавать дом к своей Родине. Оценить на вкус армейскую кашу удалось и братьям Артему и Антону Самсоновым. Они на днях тоже наденут форму. Как кормят? Какие блюда? Всегда пища очень вкусная, полезная. Есть сходство с домашней едой. Прямо достаточно прилично. Процентов 70, наверное. Они готовы защищать Родину. А в День призывника они узнали о предстоящей службе много нового и интересного. Ирина Шашкова, Геннадий Воробьев, Телеканал СЕИМ.